Ну что, мы пережили, ну не мы, а может быть те, кто не любит футбол сборных, пережили чемпионат Европы, те, кому он нравится, восхитились, поболели. Кто-то за Англию, кто-то за Испанию, кто-то за Францию, но все это не важно, потому что наконец возвращается клубный футбол, возвращается наша любимая с вами РПЛ, а это значит, что возвращается, как мы надеемся, ваш любимый подкаст про этот чемпионат. Премьер-лига неспроюдливости, я Андрей Панков, Миша Рождественский, стандартный состав, и сегодня у нас планерка чемпионата во плоти, можно сказать, редактор отдела футбол Макс Паховов сегодня с нами, и автор Гриша Теллингатор, обозреватель, который вы можете знать как Ивана Писака. Собственно, сегодня мы будем предварять старт сезона РПЛ, обсудим трансферы, обсудим, в каком состоянии подходит к сезону, возможно ли в нем вообще интрига, это наша любимая тема уже нашего третьего сезона. Оставим на конец, чтобы не надо было выключать сразу же после первой темы. Да, да, поэтому, друзья, надеемся, что вы пройдете в ближайший час или сколько-то времени. Интересно, так что погнали. Друзья, ну начнем с чемпиона, начнем с Зенита. С будущего или будущего? Да, 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 я думаю, с прошлого. Двойной ответ. Из будущего, да, чемпиона России, который входит в сезон столетия, что очень важно. Еще один аргумент в пользу чемпионов Зенита, что все, закрывайте сезон. Что, в общем-то, я обуславливаю эту сумасшедшую закупку, которая на самом деле, ну, немножко потрясает лично меня. Ну, она ожидалась, но я не ожидал таких масштабов, если честно. Давайте быстро по фамилиям пройдемся. Максим Глушенков, Сергей Волков. Изидор выкуплен, как бы, мы не будем считать, да, и, скорее всего, уйдет Юрий Горшков и Евгений Луташонок. И, возможно, Александр Соболев и Ильич, я забыл, как его зовут. Ильич? Нет, просто Ильич и Старин. Прости, Ильич, да. И Старин, я забыл его имя. Ну, вы знаете Ильича. Да. Ну, из Паринен, который. Серб. Да, то есть, это еще плюс, если будут обе сделки, то это еще плюс, там, 35 миллионов евро потраченных. То есть, там, 10-12 за Соболеву и, по-моему, 25, что ли, 20 за Ильича. А с Ильичем вообще в лимит легионеров подписываются, да. Ну, то есть, там, там, там уйдет Изидор, да, и, возможно, уйдет Каудинию. Ну, вероятно, что уйдет Каудиния, да. И придет Соболев. Вот так легионер. Так что. Легионер, да. Легионер из страны Дальфинария. Соболинер. Из Протокажа, да. Ну, и римские легионеры, все таки. В глубокепочке и бутсах. Что? А, в глубокепочке и бутсах. В глубокепочке и бутсах. Да, ну, закупка потрясающая. Мне кажется, такой закупки у Зенита не было с сезона 17-19, когда... 17-19? 18-19, когда они проиграли первую часть сезона ЦСКА. ЦСКА тогда ушел на перерыв на первом месте. А, это про Ракидского и Азмуна? Да, да, да. Я скорее думал... Вариуса там тоже. Да, и тогда пришли зимой Ракидский и Азмун. Там три человека пришло, да. Да, но они полностью как бы обвиняли игру. Не, я подумал, ты про масштабы закупки. Тогда скорее сезон 17-18, когда они в Манчене привезли миллион аргентинцев. А, миллион аргентинцев, но это другое все-таки. Там реально брали всех, кого не попали, я такое считаю. Здесь прям сочечно суперские. Причем здесь еще что важно взяли Рассеян, которых так не хватало. Об этом все говорили. То, что Костяка... Взяли недорого. Очень недорого. Ну, мы же не знаем реальных сумм за... Нет, ну, лучше с кофе. Ну, трансфер 5 миллионов евро. Трансфер, безусловно, а сколько-то там не трансфер. Вот это еще интересное. По трансферам аргенту 6,5. Даже если там плюс 200%, то есть, ну, еще 10 миллионов подъемных, это все равно недорого для Заблюшенкова. Ну, думаю, наверное, меньше, конечно. Да, но там меньше 100%. Я думаю, что в сумме там вышло десятка. Ну, десятка Заблюшенкова это норма. За лучшего ассистента. Это топ для Зенита, да. И как вы видели, как он вписался по Суперкубке, вот он там миллион лет уже играет в этом Зените. Их связка с Венделом. Можно сказать, что, типа, вы говорите, что там в российском футболе огромные, типа, там ценные, деньги крутятся. Типа, российские футболисты переноценены, типа, слишком много за них платят. В свое время Дани брали за тридцатку. А тут, по сути, российские... Это до сих пор рекорд. Да, а тут, по сути, российские Дани за... Я просто помню, что очень часто, вычитывая, когда в Юшке Зенит или Прозенит, там, Семак, еще кто-то, всегда они говорили, что вот российский рынок, это не для нас, для нас всегда надбавка, все такое. И тут они, знаешь, как будто, типа, плевать, все, мы пошли гулять. Ну, а потому что у них не было выбора. То, что костяк, естественно, костяк Зенита был худшим среди вообще всех топ-куловых ощущений. Костяк команды чемпионской. Да. Костяк команды. Ну, в принципе, все есть разговоры, что даже Дзюба, человек, который там сколько играл, уходит и сразу говорит, «Зенит, Рио-Джанейро». Ну, это все сказывается на имидже команды, и тем более Зенит, там, команда чемпион, на нее смотрят там везде на самом верху, и я так понимаю, что им нужно показывать, что мы играем в том числе россиянами, у нас есть там не только вратарь, поэтому от них требовалось, они это сделали, поэтому здесь... Сейчас в углу экрана появляется Валерий Карпин, и его старое интервью в программе, какой-то, не помнишь, какой, где он говорит, типа, что, ну, конечно, когда Быстров переходил, там, типа, Федону позвонили из администрации президента, как бы, и все, вопросики порешались. Ну, кстати, знаете, байку про программу «Удар головой»? Давай. Наконец-то инсайдер. Надеюсь, сейчас никаких иноагентов не будет, чтобы нас заранее никого-то не надо... Изначально программа «Удар головой» должна была называться «Люди и бутсы». Я слышал, что она изначально должна была называться... Я даже не слышал, насколько знаю. Она должна была называться «Три ада», потому что там было три ведущих изначально. Нет, потом, вот главный вариант был «Люди и бутсы». Ну, потом от него отказались. Удивительно. Интересные факты. Да, наконец-то. Инсайды спустя восемь лет. Андрей Свинс из козырных инсайдов. Так, про «Зенит». Блин, у Глушенков нереальный топ. Даже вот один матч, понятно, что по одному матчу нельзя судить, но то, как он двигался, да, мы будем. А у нас не так много, да, мы перед сезоном встречаемся, поэтому у нас один матч. Блин, очень круто вписывал. Он, во-первых, провел фантастические сезоны, и то, как он двигался, блин, то, как он просто даже принимал мяч, от него не отскакивал, а других как будто бы иногда отскакивает. Здесь он сразу, блин, положил двушечку. Потому что Глушенков просто баланс постановит, как бы он хорошо играет, а потом переписывается с подписчиками, получается, как-то хренатень. Я думаю, ты имеешь в виду баланс с Дзюбой, потому что после того, как я это все почитал, я понял, что это реально второй Артем. Реинкарнация. Ну там, кстати, тоже, я думаю, Соболев начнет, он отмалчивался весь сезон, я думаю, что у него тоже там накопилось. Но как Глушенков, типа, инстаграм, типа, выпил чашечку кофе, типа, почитал комменты, а потом, вы знаете, что было. Вот этот джесс камень. Да, вот этот джесс, типа, это хейтеры? Ну да, да, это хейтеры. Они вообще меня смешат. Ну, типа, просто вообще. Мне настолько на них все равно, что я буду писать им каждую просто свою фразу, и каждый жест просто, вот, по-любому. Нет, ну про характер, как в Глушенкова, все было известно на выставку. Он молчал, у него не было, в Локомотиве я не помню ничего, вот каких-то там спорных, скандальных высказанных. Здесь человек пришел в Зенит и сразу начал забивать. Спасибо его девушке, да, которая выложила, ты видишь, клоуны, свой Телеграм-канал. Есть понимание, на какой позиции он будет играть? Прям уверены, что он будет... Извините. Извините, понятно, позиция. Извините. Ну, не в сборной пока. Хорошего вечера. Слушай, Симак, я думаю, что он вообще будет использовать... На фланге. Свободных художников. Я думаю, у него не будет привязки. Я допускаю, что он может и опускать, как это было во втором тайме с Краснодаром. Он же его опустил ниже. И потом объяснил, что типа, из-за физического состояния других ребят, типа, нужен был Глушенков пониже, он умный парень, знает, как там действовать, поэтому типа, у нас была не проблема. При этом, я так понимаю, что, по-моему, в одном из этих матчей товарищеских он его чуть ли не на стрия наигрывал. Но при этом понимаешь, что они хотят нападающего. Да. Явно там... Там кто-то будет, да. Особолев все это не будет. У Глушенкова, как бы, несколько вариантов на поле. Может пониже, может о фланге, может на стрия. И, по ходу, везде может классно. По-моему, там Дима Шнякен, да, сказал, что типа, будет MVP сезона. Ну, очень вероятно, если он продолжит так же, и его вот это взаимодействие с ними... Ну, это главный кик фэнтези вообще сейчас. Уже, да? Да, он там самый дорогой, наравне с Аспирцианом. Поэтому, это же очевидно. Даже странно, что он наравне с Аспирцианом, после Суперкубка. Еще очень забавный трансфер «Зенит» от Сергея Волкова. Мне кажется, он был сделан просто для того, чтобы поджечь всех в Краснодаре, сломить их немножко моральный дух, настроить. А, нет, мне кажется, у «Зенита» сейчас была этим летом такой заход. Вот мы всех, кто россиян, до кого можем дотянуться, мы всех берем. Берем, берем, берем. Вопрос. Где Тадачалов и Тюкан? Нет, просто с «Волковым» забавно. Нет, просто с «Волковым» забавно. Потому что он сначала, перед переходом «Зенит» дает интервью, в котором он говорит, что «Зенит» круче Краснодара, типа, это все должны понять. Это разве было перед переходом? Да, да. Ну, типа, там на стыке между уходом из Краснодара и подписанием «Зенита». А после «Суперкубка», в котором он не вышел на поле даже, он сказал, «Для меня было принципиально обыграть Краснодара». Он-то, конечно, обыграл. Обыграл Краснодара. Да, он приложил к этому… Да, а что было раньше? Там еще вопрос с «Спертям» про него сказал, что типа… Да, сначала «Спертям» А потом «Волков». А может быть, это как-то «Волков». А, ну там могли просто выдать положить. Хоть немного похожая, немного история, типа, как вот у «Волкова» говорят в Краснодаре, как о «Соболеве» начинают говорить «Спартаке». Потому что «Соболев» еще не ушел. «Соболев» сегодня сказал, что если игрок не хочет играть в «Спартаке», значит, он такой игрок клубу не нужен. Ну, как изгнал. Не секрет, потому что видно по тому, как «Соболев» даже вел себя там на матче в последнем товарищеском «Спартака». Он отстранен, он не вышел на поле. Нет, с «Динамо» он сыграл. Не с «Динамо», последний. А, вчера? Да, вчерашний матч. Я не помню название. Да, я тоже на «Сфат». Из Азербайджана. Да. То есть он ведет себя максимально отстраненно, всем видом дает понять, что он хочет в «Зенит». Это как бы, ну, что они скрывают, это и инсайды об этом говорят, я про это тоже слышал. Да, и я думаю, что вот эти все намеки, что он сменил аватарку в Телеграм-канале, на которой он не игрок «Спартака», да, просто человек. Да, вот эти вот все там, я не знаю. Это хорошо. Разделение. Ты либо игрок «Спартака», либо человек. Да, да, да. Это как сериал «Разделение». Глядите, когда ты приходишь на работу, ты забываешь о том, что происходит в обычной жизни. Блин, на самом деле, по Соболеву, его, с одной стороны, вполне можно понять, в том плане, что, ну, «Спартаке» столько, блин, дичи, бреда. И сначала оказалось, что сейчас... Нет, его желание уйти в «Зенит» абсолютно адекватное. Адекватное. Вопрос поведения, как бы. Блин, ну, на самом деле, по его поведению на поле иногда кажется, что он просто такой большой ребенок. Вот то, как он себя ведет, какие жесты показывает, как он реагирует, как он обижается на сне. В этом плане мне безумно интересно, как его изменит «Симак». Потому что я ощущение, что «Симак» умеет вот с такими... Нет, это идеальный... Это идеальный нападающий для «Симака». Я понимаю, почему он его хочет. Он прекрасно работал с «Зюбой». Правда, «Дзюба» 2.0. Соболев очень похож на «Дзюбу». И по комплекции, и по тому, как он хорош подог. И по транскору, и «Спартака» где нет. И потому что он начал выдавать... «Дзюба» же в какой-то момент начал даже голливуд делать больше, чем «Симака». И Соболев в этом хорош. Это же сильная была сторона «Дзюба», потому что он отлично видит поляну для «Иганайки» у «Соболев». Я иногда просто в шоке. «Соболев» подогрыш чуть ли не лучший, чем в «Завершетне». Так и есть. Единственное, я немного сомневаюсь в этой истории, что «Симак» умеет с ними совладать. Проблема в том, что «Соболев», он, конечно, не будет там особо возникать, когда он будет играть, как и «Дзюба». Только, если вы помните, «Дзюба» начал задвигать, «Дзюба» начал так возникать, что «Е-мое», вообще там на поле начал что-то орать там «Тимаку». То есть «Соболев» в этом плане не брать. Просто он не сейчас это будет делать, а через полгода. Я просто быстро мы закончим. Насколько же это иронично, что «Соболев», вот он пришел в «Спартак», первым делом, такие «Это новый Дзюба». «А вы похожи на Дзюба?» «А что у вас общего с Дзюбой?» Он просит просто уже много лет не сравнить с меня с Дзюбой. Он делает все, что у вас сравнивать с Дзюбой. Он просто по стопам идет. Он просто из «Спартака» в «Зенит». Блин, что ты еще сделаешь? Я не знаю. Ну это очень смешно. Давай мы не будем гадать, что можно еще сделать. Я вообще в эту сторону не думал. Можно еще подружиться со Слуцким, не знаю. Ну, просто есть слухи, что если «Соболев» возьмут много продать «Кассиеру» в Саудовской Аравии, хотя я в это не очень верю. Я сегодня про спорт. А просто зачем вам столько у них перенасыщения? Ну, они с Сергеем. Если принял Соболев, Сергеева забыли. Мне кажется, уже все понимают, что Сергеев, видимо, все. Если Соболев придет. Мне кажется, на самом деле, что это, ну, с одной стороны, очень крутой по качеству состав. С другой стороны, у тебя вот этот новый Глушенков, который трешток, да, вот это все. Соболев еще более токсично, конечно. На самом деле, этому Зениту это было нужно, потому что последний сезон Зениту показал, что они настолько... Мягкотеные? Другому уже много здесь говорили. Друг от друга устали. У них не было никакого нерва, эмоций и так далее. А здесь приходят люди, которым не все равно. Какой день уходит? Которые просто будут драться в раздевалке. Нет, просто разные вещи. Факт в том, что Зениту была нужна свежая кровь, сто процентов, но свежая кровь не обязательно там, типа, токсичная нужна. Понятно. Ну, просто так случилось, что лучшие российские игроки, они токсичные. Мы увидим новое, Андрей говорит. Я вроде говорю, банальные вещи. Эти парни, они дрались вместе за Зенит, они вместе пили. Фанат Александра Елагина поймут отсылку. У меня все. Всем пока. Вы реально не знаете отмену? Я знаю. Зенит все? Зенит все? Все, на всякий вопрос. Зенит... Зенит чемпион. Елагин и Мальчайстер Юнайтед? Да. Елагин и Мальчайстер Юнайтед. Давай, короткая пара. Зенит чемпион? Да. Да. Ну, конечно, вариант. Проблема... Даже представить, что Зенит не сыграется там сразу с новым составом, допустим. Блин, но я смотрю на остальных и кто там вообще. Нет, тогда я скажу, что у меня есть один вариант, но... Что не Зенит. Наркоманский. И у меня тоже наркоманский. ЦСКА. Да, ЦСКА. О, боже мой. Не Спартак, а не ЦСКА. Марка Николич. Нет, потому что Спартак вообще даже вспомнил, это странно здесь не нужно. То есть Спартак, когда мы говорим про чем. Нет, Спартак просто за скобками. Типа, ну, вообще не понятно, что от него ждать. А мы переходим к кому-то уже, да, Зенит? Ну, тихонько, да, такой. Давайте решим к кому, потому что нужно... Потому что есть ощущение, что если не Зенит, то в первую очередь ЦСКА и потом уже Динамо. Почему? Потому что у меня тоже есть объяснение. Нет, ЦСКА я могу... Ну, во-первых... А можно я сразу скажу про ЦСКА тогда быстренько, раз мы идем по клубам, как бы, то ЦСКА этим летом подписал господина Шуманского, правильно? Да. Беларусь из Ариса. Пока самый странный, самый странный трансфер. Бывший одноклубник Кокорина с полтора миллиона. Койта или Койта? Это хороший трансфер. Кто это? Что это? Кто это? Какой-то, что это? Какой-то. Рефанжи Маледина свободный агент и, ну, круговой как бы доехал. Класс. Нет, это хорошее. До конца ЦСКА провел хорошую и равномерную трансферную кампанию еще для игроков еще. Потому что, на самом деле, даже жалко немножко Федотова, потому что он на таком трансферном окне мог мечтать только, когда за эти два года... Нет, вопрос сейчас в ЦСКА они не потеряют они на трансферном окне. Ну, только в Чалове, да. Вопрос только в Чалове, да. Ну, Мендеса давно, хотя бы ЦСКА хочет давно сам продать. То есть он должен был зимой уезжать в Трапезанспорт за 4 миллиона и 2 миллиона бонуса. А кто будет в Снегу купаться в декабре? Ну, там не договорились в последние дни трансферном окне. На самом деле, уход Чалове здесь, ну, ключевое, то есть, типа, ЦСКА с Чаловым без, это вообще... Причем, судя по всему, они уже как бы его заменили, по сути, то есть, ну, Койта... Я не могу понять, Койта он или Койта. Койта. Не могу, блин, я... Допустим, Допустим, он Койта. То есть, Койта, по сути, на его место приходит, Заболотный ушел, пришел Шуманский, как бы, ну, куда вам... Еще непонятно, Адольфа Гаевич там еще где-то... О, Боже. Пытается... Пытается жить, да. Слушай, а у него контракт на 10 лет? Что происходит? Когда он уже уйдет? У него был, по-моему, на 5 лет, и он продлевался. Он еще продлевался? Он сам продлевался. Он продлевал себя. Его продлевали и отдавали в аренду, типа, чтобы не терять бесплатно. Это потрясающе. Нет, это великий трансфер. Рекорд по арендам скоро поставят, реально. Вот Бруно Фукс и Адольфа Гаевич. А, Бруно Фукс тоже еще. Бруно Фукс там, в Бразилии, его продали уже. Нет, все уже продали. Не-не, Фукс уже забыли. Мне кажется, та закупка была просто... Это гениально. Это одно окно, да? Это одно окно. Бруно Фукс, Чидер и Джуки. Там район 30-ки. Да, 30 миллионов. И самая нормальная игрока. Все последние вместе взяли. Самый нормальный игрок из той закупки и самый дешевый в итоге это был Баха Жанудина, который реально хорошо себя показал. Нет, в принципе, после этого он подряд. Да. Блин, я уже думал сейчас. Подумал, тема для текста. Самая странная трансферная окно. Распортак всегда стекут за Педро Рошу, а здесь как бы похуже это получается выступить. Какая-то ЦСКА. Он круто умеет работать, когда денег нет. А когда денег много, как бы очень у него не так хорошо все получается. А Босс остается все нормально. А? А Босс остается все нормально. Да, да. Пока никуда не надо. Не, ну тогда я просто жду от Николича какого-то. Ну, что это будет прям одна из самых тренерских команд в РПЛ. Ну, скорее всего, и там будет результат при не самой зрелищной игре, но как бы... Ну, фанатам ЦСКА, которые критиковали за игру Федота, надо готовиться, чтобы плюс-бинус будет то же самое в этом плане. Там вряд ли что-то изменится. Ну, как бы мы уже знаем, что главное это результат, а не игра, да? Возглавный валял на евро, напомню. Да, за Англию. Может, Гард Саугет в РПЛ? Так раз освободился. Куда? В РПЛ везде есть тренер. Затем, почему сразу в Динамочка? Потому что тренер плохой. С Газизом. Ты уже сразу... Газизов, Саутгейт. Газизов и Саутгейт. А деньги какие там, да. А в Перу и пересеклись вообще в одном предложении. Если так, то я бы тогда уж скорее к Григорию Викторовичу Иванову. В Первую лигу, правильно. Будет ему подсказывать Саутгейт. Она первая. То, что нужно для Саутгейт. С таким руководителем, как Григорий Викторович, можно сразу титул взять. Пусть и Первой лиги. У Саутгейт наконец-то есть титул, но есть нюансы. Это Первая лига. Возвращаясь к ЦСКА, я очень надеюсь, что Федор Чалов уедет, потому что если у него едет, это все. Мне кажется, надо забыть об этом футболистам, это к сожалению. Ничего себе. Он сам сдуется? Ну да, он слишком рефлексирующий, чтобы не сдуется. Я очень верю Федю, я очень всегда за него болею, и у меня к нему очень трепетные отношения, не просто как к игроку, а как к человеку, потому что мы с ним хорошо общаемся и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что все условно будет. У него хотя бы вообще варианты есть? Потому что кто-то там везде уже там одной ногой где-то в Европе, а по Чалову такого нету, что он уже там... Я последнее всего видел Паук. Что там было все про Атлетика или что там кто-то шутил? Про Атлетика? Или не он в Атлетике. Про Атлетика, про Атлетика, это был какой-то странный блюдовый сайт. Про Атлетика, да. Нет, я надеюсь, что кто-то сначала придет. Пока ничего нет. Пока конкретного нет. Знаете, когда... Блажка, это про Турцию информация. Это самое стрёмное. Когда начинаем писать про Турцию, такое, блин, там вообще настолько все плохо. Потому что Турция, это просто лажа всегда. Он уедет, типа, будет цепляться за любое. То есть, условно, как Кузяев уехал в Гавар, он тоже поедет в аутсайдер Франции, лишь бы уехать. Ну да. Ну а что, в Базель ездил? Он был готов в Базель. Я не говорю, что это плохо. Я к тому, что он, типа, только придите за мной, и я сразу побегу. Он без понтов, да. Не надо, типа, я там только в Реал. Просто забавно, что если ты ездишь в Гавар, то у тебя зарплата сразу падает. Если ездишь в Турцию, зарплата вверх сразу. Блин, А кто недавно выступил, сказал, типа, что я поеду только на такую же зарплату? А, Баринов. Баринов, да. Я такой, ну все, Баринов, будешь до конца карьеры. На самом деле, там, вот просто, он готов падать. Ну, то есть, у него зарплата... Почему тогда так с вами? У него зарплата... Прикольно. Нет, просто у него... Падать не так боль не готов. То есть, клубы там изучают такие, а, ну понятно. У него зарплата в Локомотиве сейчас не очень большая, которые ему могут спокойно дать. Да? Сколько? У него миллион, миллион, один миллион евро. Ты прямо уверен, что ему сразу дадут сходу, прям миллион? Ну, 750 ему дадут. Сколько Кузяев? Он не готов. Кузяев сколько получает с Гаври? Кузяев там меньше. Там нет, там что-то в районе 600 там. 600. 600. Вот они редакторы. Ментальная реакция. Попался в ловушку. Да, да, да. Нет, Чалову надо уезжать и я надеюсь, что так и будет. Круто сейчас есть такой момент, что все-таки российских игроков можно отправить в Европу. Да, это уже, по-моему... Ну, это не полный миф, понятно, что в половину Европы просто недоступные варианты, но вторая половина, не знаю, больше, меньше. Ну, меньше. Недоступная, когда Англия, Германия. Англия, Германия, Англия, Германия. Все остальные готовы купать. Даже, как выяснилось, даже МЛС готовы. Нельзя, нельзя, нельзя обобщать. Ну, типа в Италии половину клубов не так, наверное, закрыть. Нет, нельзя закрыть. В Италии? Любой, любой... Ну, во-первых, там есть в открытом СОСУОЛ или кто там директор? Это иди... Верийсная команда. Ну, это был так, как бы... Нет, он публичный сказал единственное. Нет, ну, я думаю, что... Любая команда готова досмотреть российскую. Милан не возьмет. Чао? Ну, с американскими владельцами Милан не возьмет. Мне прям нужен Чао? Нет, мы говорим... Милан не американский. Нет, ну, просто когда... Американский владельцы у Рома. Милан тоже, по-моему, нет? Друзья, пишите в комментариях. Какие владельцы у Милана? Ну, короче. Пока что по Чао вообще, кроме Паука, я ничего очень не видел в СМИ. И как бы, когда... Паук был несколько... Некоторое время... Паук всегда есть, когда речь про какого-то российского игрока, там, в какой-то момент... Аздоев, он даже перешел, реально. Какой-то, да. Аздоев даже как-то туда... Кстати, Чао, насколько я знаю, вот когда, по-моему, зимой был Паук у него, или когда-то, тогда он был готов даже в Паук ехать. Человеческий росторечивый это говорит о чемпионате России. Если у нас Аздоев, Чао, готовый променять на Паук. Нет, Аздоев-то он уже не из России ехал. Я понимаю, но... Мне, конечно, здесь дело не выручивает Россия, о том, что Чалов, то есть, настолько... Вот это и есть цель. Устремлял Еврокубки, да, и так далее, что он вообще все равно куда. Будем жевать, Федя, в этом удачи. Да, нет, и по ЦСКА, я думаю, что реально, Николич может выдать очень хороший сезон, прям, сходу. Единственное, очень тяжелый стартовый отрезок, очень тяжелый календарь. Николич, даже на пресс-конференции сказал, могли бы сделать все пять первых туров выездными. Что уж мелочиться? Ну, у него и когда он в локомотиве был просто старт дикий был, прикинь, на фоне Семина приходишь, живой легендой, которую несправедливо убрали, и все понимают, что как бы просто по жести убрали Семина, ну, не продлили его. При этом он в этом не виноват. Он не виноват, но к нему Хейта тоже, как бы, на него приходит. Ну, в итоге он... И он нормально спрашивает. Его прям полюбили, болело. В результате, да. Но как бы, он очень тяжело. А сейчас, кстати, изменится это? Да нет, я думаю. Ну, шел он, воспитанник и локомотив, что ли? Ну, ну, что на самом деле вот с Фанайди вообще все. Можно забыть вообще про вот эти, типа, переходы между внутри клубами, что это какой-то ужас, все. Фернандес ушел, ну, типа, чуть-чуть пошумели, забыли. Ты что, Ванглушуков там с хейтерами воюет? Серьезная тема. Ну, это не тот масштаб. Это вообще не тот масштаб. Блин. Раньше там... Раньше у нас Юрия Жиркова доводили на матчи сборной до слез за то, что он в ангелы ушел. Помню баннеры на трибунах, которые были там с этим... С Эудой, там еще... Ну, реально, жизнь была. Быстровом была, я помню. В 2000-х, в 2010-х была прям жесть. Катараспе такого подбора, конечно. А сейчас, типа... Мне кажется, риски, типа, трансфера Соболева в Зенит, в Зените, типа, а, что здесь, Спартака, дальше пофиг будет. Типа, нету вот этой... Там просто барабаны побьют, фанатский голос, так примерно процентов на 80 срезали. И кто-то, да, конечно, там какое-то недовольство будет, там кто-то на трибунах, какие-то баннеры, но настолько меньше. Да, Дзюбу ненавидели все. Быстрова ненавидели. Ну, Дзюбу там... Соболева еще не будет. Когда Сан-Марина же, да, там была история, когда... Это уже потом. Ну, Айна была... Да, она из-за друга была. Я к тому, что, когда еще были болельщики, да, это хоть какой-то... Нет, когда были фанаты, болельщики... Нет, значение имеет, просто сейчас голос у этого... Вообще. И никто это не будет там рассматривать. Да, Соболева, скорее всего, просто будут посвистывать на... Вы заметили, что мы даже с Соболева когда обсуждали, мы даже вообще не затронули тему, как же и Спартака взять... Ну, кстати, я бы хотел сейчас обсудить, как же и Спартака дойдем уже. А, ну, окей. Ты ты скажешь, как же и Спартака взять? Давай тогда, говори. Нет, подожди, подожди. Мне нравится трансфер кругового очень сильно, потому что на товарищеских, ну, на сборах, на вальческих матчах он прям вписывался очень круто. И такого дракода на Цельска не хватало. Очень здорово, что его купили. То, что были сомнения, да, когда он подписывал, подписывал Дефидотова, Дефидотова, что вот это вот у Пиралем, три и так далее. А Петниколичу было непонятно. Читаю, что Николичу не нужно. Какую позицию он займет, а в итоге не в основе и вообще писал с какими-то крут. Хороший, хороший игрок, хороший раз. Нас там пока непонятно, это Шуманский, чего тебе нужно ждать вообще? Немножко вайп Лисаковича. Да, это остаться Шуманский из Динамо. Ну, этот чувак чисто на банку выйти, додавить, это явно не в основу, да. Человек с Кокориным играл, школа хорошая. По круглому это трудно. Полсезон человек не играл, что-то по нему говорить по товарищеским матчам. Ну, просто здесь хорошо сработало ЦСКА, то, что забрал то, что ему нужно, по сути, бесплатно. У Зенита. У Зенита, да. Это было тяжело, это было проблемно. Вообще, что они такие, типа, это вам за Марио Фернандеса, сволочи. Ну, то есть... Ну, кстати, размин пользуются из КТА. Да, сто процентов. Пока что, да. Ну, пока что... Ну, так-то у Марио Фернандеса большие перспективы. Пока что... Ну, у Марио Фернандеса перспективы лучше, чем у Кругового. Давай так. Он станет чемпионом, скорее всего. Это если он останется в Зените с такими травмами и так далее. На каждый день сейчас будет оставлять просто всех. Он такой, хочешь чемпионов стать? Давай, это ты заслужил. Ерохину продлили чисто, типа... Там есть какой-то лимит в заявке? И больше 50 футболистов. 25 человек может быть заявлено. Остальные просто молодежку спустят и будет сквозная. Да, да. Что это будет сказать? Фернандес, Фернандес, молодежка. Наш россиянин. Играющий тренер. Нормальная тема. Можно. Так что? Чувствуете, как будто, пока будет пора в Спартаку переходить. Да. Давайте я вам читаю список трансферов. Виллиан Жезе. Все. Нет, там еще едет Барко. Он уже точно едет. Барко, кстати говоря, как ни странно, я знаю, что это чувак, потому что в свое время он был бестом просто в FIFA. У него был какой-то дикий потенциал, там все его хотели. Его хотел Тоттенхэм, кстати говоря, в свое время. Были такие новости 100%. И никуда он не уехал, он уехал в США, потом вернулся куда-то. Короче, вот так его помотало. Он нестабильный такой чувак, типичный южноамериканец, который может, типа, взорвать, а может ничего не сделать. То, что нужно Спартаку еще. Я вообще не знаю. Чтобы в Бангонде было дополнение, вот два человека будут таких. Короче, можно сразу побомлю про Спартак? Просто не нужно. Давай, давай, давай. Перед прошлым сезоном были всякие прогнозы, типа, там, что будет с Спартаком. Казалось, типа, что... Мы все стояли, я даже на первое место его поставил. Ну, тогда еще привет. Тогда все сходится. Андрей, если бы не ты... Да, было бы все лучше. Да. Сейчас Гриша скажет, что все сумасшедше, ну, я стоял Спартак на второе место, как бы... Еще один. Чисто по составу, там, ну, вот казалось, как суммарно. Сейчас Спартак, это настолько вообще непонятная хрень, то есть я не знаю, что от него ждать. Вот они привезли старого толстого бразильца. Я думал, ты сейчас скажешь, Станковича. И Станковича привезли. Не, при всем уважении, как бы, Филина Жозе, но увидели килограммы лишние. Конечно, согнал, типа, все такое, но просто вот, сразу понятно, как бы, с чем мы имеем дело. Филиан Жозе, Барко, супернестабильный аргентинец, который скажет, там, через три дня они хочу играть, до свидания. Это пока все. Как бы, Соболев непонятно уходит, не уходит, Станкович, я не знаю, как, ну, Станкович, что, а почему ты тогда говоришь, что непонятно, что будет? Я писал, в принципе, понятно, что будет, что с другое место. А вдруг будет что-то другое? Ну, типа, что, ты сам должен понимать, что не похоже на там. Станкович уволят зимой? Нет, подожди, мы все еще говорим про РПЛ, где есть Зенит, который вот скупил все, что движется, а все, что не движется, он начал двигать и скупил. Идет какой-то ЦСКА, не знаю, какие у вас ожидания ЦСКА такие, приятные, по-моему. Просто фигура тренера и хорошая трансфермерка. Да, политика, да. Просто есть ощущение чего-то цельного, оно где-то есть, где-то нет. Ну, Спартака, ну, как обычно. И Вовс, Спартаке его нету. И даже то, что было, и то ломается. последовательности, и ты понимаешь, Нет, Ростов цельный, просто у него есть определенный потолок. Динамо для меня более-менее цельный, хотя там есть проблемы с вами. То же самое. И ощущаешь, что вот они все будут выше? Наверное. Ну, возможно. Нет, мне сложно сказать, что ЦСКА прям... Интересно. Вот я тут не уверен, кстати. Тут посмотрим, что я за... Слушай, никакого хейта к Николичу, но просто ЦСКА не могу назвать цельным, потому что там только что сменился тренер. То есть, как бы, нужно какое-то время все равно. Не могу сразу сказать. Просто более знакомый тренер. Что, невозможно, чтобы он провалился? Ты точно знаешь, тут пришел тренер, который непонятно, что он себе представляет. Ну, для меня выборы Станковича, по-моему, уже это обсуждали на каком-то подкасте. На каком-то там? Ну, что это, ну, очень спорная фигура. Максимально. Но при этом первая пресс-конференция впечатлила. Прям понравилось. Там очень много всего яркого, да? Да. Нет, понятно, что пришел яркий персонаж. Да, это сербский Гатузы. Но это вообще, это не говорит о том, что он будет хорошим тренером. Возможно, Спартаку именно это и нужно. Потому что, за что все хейтели Кононова, когда, вот знаете, типа его ругали за то, что... У Аваскаль тоже были яркие с конференцией, что он там с Богом спает. Это был не царказм, по-первых, с пресс-конференцией? Нет, царказм. Блин, мне не нравились в Спартаке тренеры, я, может, немножко как Зарема, но которые могут вот, я не знаю, прийти, ручком аккуратненько. Нет, нужны хорошие. Когда человек говорит, когда я знаком с дьяволом, я передам ему все. Блин, ну ты видишь какие-то яйца, ты видишь характер. Это, ну, блин, Спартаку нужны и так. Не знаю, нет? У вас нет такого? Ну, нужны, но... Что, когда человек может фундаментально сказать свое слово. Каррера пришел, номер два? Ну, нет, это Каррера... Это не худший вариант, на самом деле. Мягко говоря. Походу, в Спартаке реально нужен прикол какой-то. Ну, имиджевый человек нужен, который готов взять все в свои руки. Его даже мостовое. Да все же шутили, да. Даже мостовое это вообще не значит. Для него играл, не играл. Бывает шутка, что типа Спартак взял... Точнее, я об этом написал, а потом увидел, что об этом Игорь Якович написал у себя. Опередил. Спартак взял тренера чисто под экспертов, потому что теперь не скажешь, так, ноунэм? Блин, не ноунэм. А где он? А, играл, да. В лигу чемпиона выиграл. Да, вообще самый стрёмный. Ноэр из центра поля. Играл, не играл. Играл, не играл, вау. Да, не, я поэтому и говорю, что типа... А что он из себя как тренер представляет? Как бы вообще не хз. И что из него... Что будет Спартак представлять? В Венгрии его оценили хуже, все же все. Алла, алла. Рубрика «Хвалим Черчесов». В общем... Вывод надо было брать Черчесов. А трансферная политика, блин, ну... Я еще не понимаю, как бы Спартак не задолбался брать аргентинцев. Можете мне хотя бы один... Майдан. Нормальный... Спасибо, еще можно? Кто это сказал? Ковенаги, да? Нет, Ковенаги, топ. Ну, про большие деньги, но там... Ты меньше аргентинцев в Спартаке? Вот Спартак сколько раз будет брать аргентинцев, и они будут... Ну, что? Он хороший. Ну, средний. Он не падал ниже плену, ниже нижнего уровня. Ну, хорош, ты из него тоже педро-рошки не делай, как бы он свое забивал. Да нет, просто типа опять едет аргентинец, и я вообще... Да какая разница, какая национальность? Ну, блин... Ну, окей. Нет, просто почему-то когда бразильцы спартак приезжают, типа... Их просто больше. И там больше выборка и хороших, крутых, и плохих. Ну, крутых было больше. Ну, потому что выборка больше. Нет, в принципе, крутых я тебе... Ну, с процентов тоже, наверное. Да. Вилли, Тонари, Фернандо. Согласен. Олег. Моцарт. Да, Алекс. Полно. Ты Моцарта раньше назвал, чем... Повминается, Томатсфер Виллин и Жозе. Не знаю. Ну, есть ощущение, что... Дай мы хотя бы пять матчей посмотрим. Да, вопрос, за полтора миллиона евро это нормально. Во-первых, дешево. Слишком много средних форвардов было у Спартака в последнее время. Я бы даже... Чумак в прошлом сезоне забил нормальный гречит уголов в два лиги. Десять плюс пять. Нет, нет, стоп. Мне это вопрос... Это хорошо. Чтобы забивать Пари-Ине, Химком, Акрону и Динамо Махачкала, это очень тоже нормально. Нет, у меня такой вопрос, будет ли он это делать? Типа, ну, то есть, Виллин Жозе, сколько мы, 32-33, человек из топовой лиги едет в Россию. То есть там бонусы прописаны хорошие заголовы будут? Хотя, да. Ну, я вообще не... Там нужна базовая маленькая зарплата и просто миллионы заголовок. Я вообще не делюсь, если он забьет больше Угальда, кстати. Это, знаешь, очень сложно. Это несложный прогноз, Угальда, кстати, что-то так все забыли. Давай, давай это... Мы сходим с того, что Виллин Жозе приехал на место Соболева, правильно? Ну... Да так, Жозе забьет десятку за СИЗО. Как можно быть в этом уверенным? Нет, и в кубке, и... А, нет, ну если и в кубке, и... В товарищеский матч, что, давай? Хорошо, давай в чемпионате... Зимний кубок РПЛ. Давай только в чемпионате семь, он забьет. Ну, еще раз, а если он будет стабильно играть? Без пенальти. Без пенальти. Двадцать сезон в РПЛ. Семь за сезон в РПЛ Жозе забьет. Я бы сказал, что если он не забьет семь, это будет просто катастрофа. Если он при этом будет играть 25 матчей в основе? То это прям ужас. Это прям до свидания сразу. Вот надо избавляться. Слушай, есть же у нас, вон, Гальде много забил. Слушай, ну, Галя, как мы все еще говорим про молодого футболиста, а когда приезжает Вильян Жозе, такой, ну, Вильян Жозе, который там забьет. А, блин, то есть, получается, сейчас у нас Угальде, Бангонда, Вильян Жозе и Барка. Ну, это же просто жесть. Это жесть. И Соболев, мы учили. Понятная история. Да не, я думаю, что он останется. Я просто про него, типа, Гурскайского, листил? Что ему сказали, что нему? Типа, открытым текстом ищи клуб. Вроде это лажили. Такси, он, Антон, если бы это было правдой, он бы не выступал так открыто, что это неправда. Ну, просто знает Зиньковского. Ну, да. Он бы сказал, что он... Вообще, вот это, 4 в атаке, это, конечно, 4 всадника апокалипсиса. Абсолютно. Смотрит, что это составит, такой, ё-моё, ну, чё это за... Типа, первое ощущение, а можно, типа, поменять 2 на 1 сигнала? Типа, на 1 промеса можно заменить? Ну, это вопрос менеджмента Спартака просто. пришел Амарал, какая вообще непонятная? Что он наваливает? Просто, если честно, Амарал, прям, немного меня разочаровывает. то есть, как бы... А, было очарование? Было счастье? Не, не, очарования не было, но, было ожидание, надежда была, да, потому что, ну, блин, специалист из Бенфики, пускай он там не был, блин, президентом, не знаю, кем-то, директором, это понятно, что он не лох какой-то, что, ну, в Бенфике просто так не работают, всё равно. Понятно, вопрос только кем он работал, потому что тебе говорят, что он там чуть ли не он всех-всех нашел, ну, не салон. понятно, что... насколько это имя, то же самое говорили. Помните, брали Катани, и тогда всё-таки... А Катани прям провалился, по-твоему? Нет, Катани мне нравился, в принципе, Катани. он не провалился, но там тоже не было. Нет, Катани прекрасно там курил на стадионе, болтал. А, господи, мы забыли про Николсон ещё. Да, возвращались. Я говорил про средних форвардов. Вот пятый, пятый всадник обокарившийся. Николсон, Барко, Бангондо и Виллиан Жазель. Блин, я Николсон обожаю за эту штуку, что, типа, каждый раз его там куда-то отправляют, он возвращается такой, а агент такой, типа, а он приехал играть. Это как мем Симсу, когда его выбрасывают, он за спиной у тебя. Баси, Бальдей не вернулся, нет? А? И Бальдей ещё. Нет, Бальдей всё, разорвали, да. Завал богу. Блин, Шамар очень приятный парень, он очень обаятельный. Не, честно, я не знаю, почему так хейтит. Я вообще не понимаю, чего его надо было снивать. Я видел в телеге постоянно реакции, там, типа, агент Николсон сказал, что Николсон вернулся играть в Спартак, и там просто реакция, типа, блевося на клоун, там, комментарий, типа, ой, это полено, а чего такое ненавидеть, он своё забивал. Человек плохо забирал чуть-чуть, но он своё забивал. Был плохой момент, пару месяцев в Спартаке, плохо было. У кого их не было, давайте честно. У нас, как бы, у Гальда играет, ну, Николсон... Не, ну, у Гальда не хуже. Ну, ну, Николсон просто был, Николсон был, как минимум, результативный. Николсон норм. Он забивал. Я вообще не понимаю, зачем он надо было отдавать, видимо, обоскать просто, что-то его... То есть его отдали и остались с... У Фрея стало скучно. Мне кажется, что проблема в том, что их реально просто слишком много. Вы стабильно наигрываете кого-то, хотя бы вот выберите, что из пятерых, эти два, и стабильно там наигрываете. Это основной, это запасной. Немножко ощущение, что они, типа, каждое окно берут кого-то, и потом такие... И потом кто-то возвращает за рынок, и такие, а, блин, еще ты был, Николсон. Ладно, каверман тебе, давай, спихивайте его быстрее. Ты в аренду, да. А тут уже два новых. А вы кто? И там накапливаются арендованные, просто уже толпа какая-то. Они стоят на входе в клуб, такие, типа, ребята, а мы что, мы будем играть вообще? Нет, я могу понять, ну, и Зорина, и Шухова. Потом будет, знаешь, как это, есть видос, когда, понимаете, пытается зайти на базу, а там дверь закрыта. Так же будут избавляться. Это у Кучука было. Здесь, блин, просто, я могу понять, в этом плане Соболева, просто, вот есть я, наигрывайте меня, я в основе, кто-нибудь один, а не эти пятеро, один на замену. Ну, просто перебор. Нет, на самом деле, я в шоке с болельщиками Спартака, которые говорят, что... Они станут чемпионами? Нет, 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 я не говорю такого. Соболеву надо отдавать, мол, он провалил последний сезон, и все. Нет, Соболева надо отдавать, но не поэтому, потому что он не будет за Спартак играть теперь нормально. Просто у Соболева один средний сезон по последней, ну, просто потому, что он был плохой сезон у всего Спартака. И при этом, по-моему, он лучший из всех отрудущих. Презультативность, надо проверить. Наверное. Давай так, Сугальду уже не сравнивали, Там точно не Николсу. До этого у него были, там, все, по-моему, в этом сезоне Спартаке он забивал 15 плюс, если я не ошибаюсь. в сумме. Какие-то товарищеские матчи? Саша топовый, и да, он действительно, Гриша хорошо сказал, что он как большой ребенок, но он действительно, ну, ему раньше было не пофигу, то есть, типа, это такой чувак, который прям был готов разрывать, и действительно... Как он, извините, он, да, он, ну, типа, он горел в этой игре, и сейчас обучаем, что он просто, ну, немножко он такой, брин, я здесь ничего не выиграю, здесь ничего не будет, а там меня зовут на, лучше на них деньги, да, ну, ну, уж явно не худший. Ну, да, ну, Спартаке, в принципе, у него тоже нормально. Это как инсайды, там уже пошла война, Это как инсайды Спорт-экспресса, извините, конечно, про то, что Соболев уйдил Спартак на те же деньги, соедини на те же деньги, что Спартаке, это, ну, я не знаю, на кого это, конечно. Правда, живите по правде. Живите по правде, да. Не, самое гениальное было, что, я не помню у кого, что Зобнин отказался от зарплаты, типа, просто так, типа, отчасти зарплаты, самый гениальный инсайд, не помню. У меня по Спартаку уже давно крутится эта мысль, я не как Коломен уже три года играет за еду. Коломен не пишу по этому поводу, хотя, это сначала Амарам, все его высказывания, типа, к этому Наталкирову, сейчас вот, ну, Соболев уйдет, я думаю, нет смысла вообще держать никакого, просто надо у Зенит побольше денег с ним убить. вопрос только в этом. У Амарам несколько раз спрашивали, типа, какое место там в следующем сезоне, он такой, типа, мы бы должны побеждать в каждом матче, потом в этом, у Станковича спросили, типа, или Амаралу в этом же, мы не мыслим такими категориями, типа, то есть, раньше Спартак, ну, пусть это даже звучало где-то, типа, ха-ха, конечно, но типа, Спартака там не существует, мы должны бороться за чемпиона. Давай все это в одну мысль сформулируем. Мы скучаем по Федуну. Правильно? Скучаем же? Ну, реально, лучше не стал. Нет, у меня была, нет, у меня была мысль в том, что, типа, ну, все, не нужно относиться даже как к претенденту к Спартаку, даже как к претенденту на какой-то чемпионате. Это давно уже нужно было... Нет, его всегда называют все. Да и зря, но это люди, ну, просто привычки, они не слезят за футбол. Спартак претендент за борьбу на место среди конкурентов «Зенита». Типа, вот так вот, там, Долгов и Майорков. Короче, если бы были Еврокубки, сейчас, Спартак это команда, которая в лучшем случае поборолась бы за тройку, чтобы попасть в ЛЧ, если бы она вела туда, в лучшем, а, скорее всего, за попадание в Еврокубки. У меня, вот знаете, когда мы говорим про чемпионство, вот есть «Зенит», да, мы понимаем, кто там звезды, даже если там одна из них, Лугини, уйдет, там есть звезды. Кто звезда Спартака, вы мне можете сказать? Соболев. Да. Видимо, Ходич. Вилян Жозе. Вилян Жозе. Максименко. Ну, типа, с натяжкой Бабич один будет, ну, серьезно, но этого мало. Нет, это серьезно. Я говорю, Спартак, все, давайте даже просто в контексте чемпионства его до 25-го тура не обсуждать. Если у нас в этом туре он будет в тройке. Кто у нас дальше? Динамо, наверное? Динамо, и Корсандар. Давайте, давайте, Динамо сначала. Давай. Динамо, пока один трансфер они взяли Андрея Лунева, ну, на вход. Я не понимаю Динамо, потому что Тричка говорит, что мне нужно три игрока, лучше четыре, два, не с российским паспортом. Чемпионат вот-вот начнется, трансферов нет. А всех стариков уже Корсандар разобрал, некого брать. Края защиты ужас, если честно. Они остались. Остались, да. Они остались с Першелико, ой, Першелик закончил, это же карет. Они остались с Дасой. Он остался в Динамо? В защите, ну, а проблема в том, что фланги защиты сильно постарели. Скокельцев не защитник, во-первых, как вот Эраль, окей, ну, типа, в тройке, но Вичкин не играет в тройку почти никогда. Вот, Даса сдал очень сильно, и, то есть, ну, и он, в принципе, не был супер, да, то есть, состав Динамо, который боролся за чинпионство и в итоге не вывез, так и вообще никак не усилил свою катфоратарскую позицию, это очень странно. Не, ну, хотя бы, может поразоваться, что есть у него. Ну, хотя бы. И Шунин, и Личуков. а ушел с Мовов, а где никого не брали, да? Нет. У них есть Гурулев и Катюкай. Гурулев, который может в Самару уехать. Да, и Катюкай. Ну, короче, как-то вообще его считаю. Грустненько. Не, ну, Катюкай нетравматичный, он может, вроде, играть стабильно в основе, и там, ну, просто, все нетравматичные, а потом, я сказал, что Динамо пустил историческую, возможно, больше такого не было. Подход нужен был у Динамо, что, блин, нам чуть-чуть не хватило, нам надо усилиться, нам надо усилиться и додавить, а они, типа, пока тут не хватило, нам чуть-чуть не хватило, будем теперь про это вспоминать. Все. Типа, тут даже обсуждать, как будет ничего, у Динамо никого не взяли, кроме Лунева, и то, ну, типа, норм вратарь, у них теперь будет... Он закроет этот вопрос. У него уже три года. Все остальное, все остальное непонятно и вообще ожидания... С тем же непонятно, они вот, типа, боролись за чемпионство. Не факт, что они будут снова, но это, типа, не стало хуже, по крайней мере, да? Стало хуже, как минимум, по количеству игроков и просто не старели. Но Смолов играл мало, объективно. Смолов почти не играл. Вопрос в том, что они не усилились, понимаешь, они остались... нет, ну, то, что они... Мы все сошлись на том, что они остались, да? Ну, только в Матаре. Смолов играл мало, но все равно это человек, который, да, он там не забивал, там это считали, как начали уже считать, как и раньше. Ну, блин, человек выходил в кубке, когда там надо было, спокойно закрывал позицию. Он мог выйти... Ну, Лев, у него был матч с ЦСКА. Он вышел десяткой вообще. По-моему. Да. И Смолов там то ли пенку заработал, то ли, короче, он вышел нормально, у него нет голов, но, по-моему, с ЦСКА, когда играли уже вот весной, ну, то есть, типа, ушел человек бесплатно, никого не взяли. Фланги панк парень заметил, постарели. Ну, блин, нужно еще, чтобы, конечно, 1 сентября об этом всем говорить, потому что пока еще есть время, можно они еще возьмут. А когда там закрывается? Еще две недели после сентября. Ну, да, я к тому, что сейчас про Динамо просто нечего сказать, как бы. Ну, так и есть. Они подходят в сезон вообще, то есть, наверное, с теми же... И главное, ничего не слышно, ничего не видно. Это они все тихо так делают? Или просто... Ну, в том числе, они ведут там кого-то, да, но... Латиноамериканцы? Да, конечно. Ожидаемо. А кого на РПУ всех забрал, молодых забрал Зенит, старых забрал Краснодар. Средний. Средний. Средний и так в Динамо. Разверное окно в России за одно предложение. Нет, где вы условно видите Динамо в конце сезона? Я бы сказал, топ-5. топ-5 точно. Третье, четвертое место. Не знаю, ну, третий, четвертое, да, там вопрос... Я бы сказал, что третье будет успехом. Ну, да. Третье будет успехом. И четвертое, в принципе, тоже много. Два сезона Динамо подряд, топ-5. Я сейчас попробую тройку, типа... Ну, Зенит 1, ЦСКА 2, а 3, я не знаю, я уже сказал, что Зенит не будет первым, я теперь всегда так надо говорить, или... Ты можешь прямо... Можно, да? Ну, Зенит 1, ЦСКА 2, а 3, вот Крестнодар, Динамо. И там даже Ростов может залететь третью. Да, вот Ростов более реально, чем Спартак или Трестнодар. Так, вот, вы мне расскажете про Ростов впереди. Ростов просто не хватает на Шри Санару. Я просто не знаю, а Динамо есть там ничего еще? Давайте подождем Динамо, пока оно сидит. Не, ну, они пока сохранились у Кавина, мне кажется, не бежит. Не бежит. Динамо-Динамо всегда не будет, Динамо бежит. Ну, хотелось бы, чтобы личка получил нужных ему футболистов, и типа... У меня вообще есть ощущение, что в Динамо руководители не очень довольны личкой. Сто? Чего? Да, просто... Это какой-то эхо Краснодара. Это какой-то вайб, то есть в том плане, что руководство Динамо, там, иногда говорит, что вот, после игры, когда есть какая-то плохая игра, они говорят, ну, тут надо спросить тренерского штаба. Да ладно. Наоборот, они сразу сказали, в топ-3 мы сразу, типа, он остается, они заранее обозначены. там, мы не будем обсуждать контракт, лички, история с Галецким, и там вся руководитель Динамо такие, блин, хотим оборонительный футбол. Что этот чех тут творит вообще? Обнаглел вообще. вот куда он уже. Слишком открыто. Скорее бы он провалился, можно было бы выжить. Вот куда нужен Гарретт с Саутгейт. Какую команду. Все, готово, готово. Это заголовок подкаста будет. Саутгейт с Динамо. Это... Нет. Жаль. Мы подумаем. Мы выберем потом. Пишите в комментарии, в какой российский клуб должен прийти Гарретт с Саутгейт. Блин, в Спартак, конечно. Там, 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 продлились все нормально. Слушай, самый ненавидимый тренер Евро в Спартаке, я по-моему, все вообще идея. Это какой симбиоз просто будет. Спорим? И набрали подачи. Это как вам это важно спорить? Да блин, Саутгейт лучше, чем Станкович. Ну, кстати, тут даже я бы, возможно, согласился, если честно. Настолько плохо, что Станкович. Учитывая, что мы плохо знаем все, насколько хорош Станкович. Честно говоря, я просто вижу результат Саутгейт. Оцениваю только по сборной. Нет, Медузбро еще. Ну, ты же Пошка там работала, конечно. Я смотрел все матчи Медузбро. Ладно, мы, наверное, Краснодару. за Медузбро болел, когда там Саутгейт был, а потом Саутгейт ушел. То есть из детства Саутгейт. Да. Пошком пенальский забил там. Да, естественно. Переходим к Краснодару, я думаю, и тут сначала ты смотришь, и ты смотришь такой, от Динамо, Краснодару, побитый постчемпионской гонке, смотришь такой, Данила Козлов. Топ. Круто. Топ, потому что он реально отказался, он об этом все сам уже сказал, все официально, он оказался от Зенита, он сказал, типа, я хочу играть. И то Зенит пришел такой, Краснодар, нет, отодвигаем, сейчас будем брать сами, нифига, он отказался. Это супер зрелое решение. Супер зрелое решение. Там был вариант, что они возьмут его в Зенит, а догадут его в Ростов. Да, да. И он сказал, мне эти все ваши схемки. Или в Ренбург, или все. Короче, Даниле Козлову сразу респект, просто за такое. И Краснодару респект, за эту сделку тоже респект. А потом мы смотрим. они уже как будто бы готовы к уходу Спартиана с этим. Ну, в том числе. И потом мы смотрим, Федор Смолов, Юрий Дюпин, и вот меня добил просто Юрий Газицкий. Юрий Газицкий вообще прекрасно. Давай так, по Юрию Дюпину ноль вопросов. ну ему же, я нужен был второй вратарь. Как второй вратарь еще идеально. Идеально абсолютно. Еще может поборется за... По Смолову у меня есть вопрос только, что с их молодым этим парнем, у которого еще батя... Как шары. Да. Типа, что он так плохо, или что? Да нет, ну просто... Ну, Смолов это, типа, на скамейку. Три форварда, Короче, этот чувак, который был у Динамо, вот у них бывает опция, выйдет, может забить, может отдать, у них и так есть быстрые игроки у Краснодара. А это выйдет чувак на замену и спокойненько еще может результат сделать. А у Динамо теперь такого нету. Я считаю, что это отличная... То, что они его взяли бесплатно... для Смолова это хорошая история. Для Смолова это вообще идеальная история. Лучше просто невозможно было. Я просто не знаю, в какой еще топ-клуб он попал. Да, ну абсолютно все. Ну просто не сохранить хорошая... Ну, короче, ладно. Мне кажется, то, что мы говорим про Дюпина... Прорываются инсайды, но Гриша их мочит. То, что мы говорим про Дюпина, это относится ко всем трем. Это все три дешево, все три будут там, может быть, на скамейку. Дешево бесплатно, да? Да, не, ну самое смешное... Мы ругали Краснодар, что вот вы лишились глубины, когда вы отдали компункента Ахметова. Ахметова отдали. Вот вам глубина. Ну, какая, не какая глубина. Газинский выйдет с пари, наверное, не испортит ничего. Выйти в кубки тоже, ну, не проблема. Ну, типа, они в подмене. Поэтому, для глубины отлично. Вопрос не в том, вопрос в том, что к этим трансферам Краснодара не надо относиться как, типа, основные приобретения к этим летом. Никто бы не относился, если бы... Если бы они были, да. Ну, они сейчас, у них, они выбирают, между тремя или четырьмя центральными защитниками. Не, защитник центральный они уже выбрали. Диего Коста. Все, едет уже. Не тот, который, слава богу, это прямо игрок под основу. Это место, это замена Алонс. Алонс. По старости бы прошел... Да, как-то вписался. Правые правозащитники они будут из Оргентин. Блин. Аккай останется? Останется. Проблемы с... Проблемы с подписанием стариков. Войдет с капитанской повязкой. Короче, проблемы с подписанием стариков бы не было, если бы был еще несколько трансферов очевидно в основу. То есть, как бы, как бэкапы, я вообще спорить не буду. Но просто, когда у тебя есть козлов и еще три деда, как бы, странно. Они доедут, фамилии. Здесь мы понимаем, что до Краснодара люди доедут. Ну, у меня есть, как бы, полную уверенность, что приедут, и все в порядке. я сочувствую клубу РПЛ, что летняя пауза настолько маленькая, реально, она прям малюсенькая. Что-то же. Есть огромная зима, и вот это вот маленькое лет, хотя это, ну, прям между сезонными двумя этнула. И приятнее основное время. Закрывается окно, как Андрюха говорит, не 1 сентября, а 14-го. То есть, вот этот шарфон. то есть, как бы, у тебя еще полсезона играй и докупай. Зенит это не мешает вообще? В смысле? Зенит не мешает заранее купить игроков. А, да, я про это говорю, где-то, где эти новички, вот в основу, кто должен вот играть сейчас? Какие-то говорят, нам тоже взять телефон к телефоне посидеть. Мне кажется, зрителям будет вообще толп. Друзья, надеюсь, нам очень интересно. Рабочий вопрос. Да? Ну, кто-то начали, что сказать? Есть вопрос, у меня по Краснодару вообще не в трансферах, и я считаю, что они возьмут кого надо и все будет нормально и сделают. Вопрос по Мусаеву. Типа, вот мы, когда вечный вопрос про Николича, да, типа, мы с Гришей, типа, причин номер один, почему мы вдруг поверили в ЦСКА, ну, типа, чуть-чуть, Николич. А вот Мусаев. Это не я сказал, что это. Это напрашивается из твоих слов, но, в принципе, в целом, мы не хотели так говорить. Я подвел. Просто роль тренера в Краснодаре, она несколько меньше, чем роль тренера в других клубах. Ну, мне кажется, все это плюс-минус понимаем. Поэтому, наверное, тренера чуть меньше зависит. Но я думаю, что Краснодар будет в топ-3. Вообще, нет, у меня нет уверенности. Нет, давай так, если у них собачьи, это вот то, как они выглядели сейчас в суперкубке, но это смущает. вот прям... Ну, я бы по суперкубке вообще никого не... Там не было Корто, но не было Аласа. Да. Да, с Кордобой будет лучше. Если что, можно... Это просто... Важный нюанс. Я вообще не понимаю, как он... Важный нюанс. Сперца настаётся всё? Ничего не факт. А как же правило... С Жерона может... Как же правило Галецкого? Началась пресезонка, всё, разве заканчивается. но это зависит от предложения. А как вообще ситуация с Кордобой? Я правильно понимаю, у него же контракт через год заканчивается. Его сейчас либо продлевать, а он не хочет. Он... Ему он там зенит хочет... Я провёл прекрасную копу, я не знаю, если за ним никто не придёт из Европы... Его либо обязаны сейчас продлевать, ну, типа по логике. Опускать его бесплатно, это бред. Либо его сейчас продлевать, а он не хочет, либо остаётся продлевать. Либо 32 или 32. Это вопрос, да, в возрасте. Я, кстати, вполне допускаю, что Кордобой может его отпустить бесплатно, просто типа в знак благодарности того, что он сделал. Как с тем парнем, которого держали, сколько там, полтора года или сколько во второй команде бегал, как его звали-то? Я понял. Кордобой 31, если что. Не, я просто думал, что бесплатно его просто отпустить и в Европу... Ну, типа это показать из принципа, но это не из логики того, как ведутся дела. Можно про Кордобу? Это просто... Кордобой за РПЛ, что у нас играет Кордоба, это лучший нападающий просто никого рядом. А, нет, ну, Тиклавин. Ну, Лушенков есть в центре нападения. Смотри, это тоже в порядке. Соболев! Конечно, это секта, это делать с людьми. Да, даже я не согласен. Вроде про РПЛ не говорили ничего. Ну, Кордоба просто он на уровне там соперников КОПы, Аргентина, Бразилия, он там бразильцем чуть не знаю, с Аргентиной, по-моему, он пробивал. Нет, это был полуфинал. Я вот не помню, то ли в финал, то ли в штангу попал чувак, просто, типа, мог забить чемпиона мира. Не, ну, он все, он то, как он цепляется за мячи, то, как он ставит корпус, как он чувствует, как он бьет у него, типа, он в каком-то смысле идеальный форвард, по меркам РПЛ точно. Ну, это и да. И поэтому давайте мы, когда вот про Краснодар говорим, будем учитывать, что когда этот чувак вернется, это вот то, что было в суперкубке. В том и дело, каким он вернется, вроде как он хочет уйти, его не отпустили, контракт заканчивается через год, есть, по логике его нужно продавать, есть его даже не продают, с какой мотивацией он играет. Слушай, ну, год назад, по-моему, тоже было все это про Кордобу, типа, вернется, не вернется, уйдет, не уйдет. Потом человек пришел, все равно начал, типа, забивать, и, по-моему, лучшим бомбардером в Краснодар-то он стал. Вот, и так про многих очень говорят, блин, у меня почему-то сравнение с Кейном, была их от Слика, я не знаю. Это другая сеть. Я варнаше спортиво. Англия головного мозга. Да, ну, я к тому, что типа, вроде говорят сейчас, типа, вот, каким он будет, как настроение, а чувак все равно, как бы, настроение просто профессионально подходит к вопросу, играет. И Кордобу скорее... Моцин-американец профессионально? Ну, в прошлом году это сработало, он нормально играл. Говорят, типа Игриша. Говорит, по национальности не судите футболистов. Отмотайте там на 20 минут назад можно вот эту переводку-переводку. Это продолжение твоей высоты. Двойные стандарты. В общем, Краснодар докупит, докупит, кого надо, и если Кордоба не уйдет, а от страны защитника это будет нормой, и направо они найдут. Еще бы, конечно, на фон бы кого-нибудь взять вместо Са. Ладно, батчи. Батчи у Сигун еще нормально, ну вот Са это какой-то... А Лосевым в защите это нормально? Слушай, ну, что же... Ивич предсчитал ему Волкова. Наоборот, он так и нет. Я знаю, идеальный рингер. Там был Ивич. Идеальный рингер. А сейчас Ивича нет. Идеальный рингер для Краснодара. Кто? Алексей Иванов. Да. Он впишется в трансформную политику. Я, кстати, вот второй раз хочу этих делом или скинуть. Уральство. Нет, он стал шоу. Он шоу из Урала. Шоу свободный. Вакуум. Вот. Ура! Уже есть этот Ишков и... Да. Дмитриев. Дмитриев. Да. Дмитриев. Чё, они куда? Дмитриев. Они классные. Гербатов. Да-да. Пока там. А чё их не подберут в РП? Клёвые ребята. Да, что хороший. Душково-Краснодар было бы как раз гораздо меньше. Друзья, мышь как раз они жоба на флангах. А чё, Краснодар ждёт бежим справа, да? Да, берите чувака на банку, не на банку. Ну, Кадлоксы тоже может на флангах, если что. А, и очень я жду, блин, это просто у меня суперкубок, видимо, так это, мне понравился Кривцов, ну, это, вау, ну, типа эффект. Может быть, просто это на фоне всех остальных суперкубки так было? Кривцов очень куражный футболист. Но когда он ловит свой темп, свой ритм, это вообще какая-то машина. То есть он лонгшот, дикий, мини-футбольный он таким был стабильный, он будет очень не в персонале главный, кажется. В Зенит. Это мне очень понравилось, посевала Зенита, я не помню Телеграм-канал, извиняюсь, заранее передавто, потому что, блин, а теперь Зенит еще Кривцова заберет. А пока уже прислал предложение, по-моему, по Кривцову тоже, да? Нет? Нет, серьезно, я уже прислали что-то в будущем, смотришь, через недельку будет таким. Стоп, Серег, они прислали сейчас не только по Волкову, они прислали по трем-четырем людям. То ли по Чернику, то ли по Кривцову, они тоже хотели. То, что ты знаешь, но этого нигде не было? это было сто процентов. Не было бы, да. Сто процентов было. Черника пока отметил столько драк из Камричевых. Забавно, что мы, обсуждая Краснодар, вообще типа Сафонов ушел и как будто, ну, здесь, ну, как будто бы, оказывается, мы еще не до конца хорошо знаем, но как будто был в порядке. Он закроет позицию с Сафоновым, нельзя такое-то заходить. Что с ним, шансов было бы больше. Ну, то есть, ну, наверное, да. Он прям спас будет, там, сто процентов. Ну, тебе, наверное, побольше бы, да. Но это не было. Ну, а как ты, а как заслужил свое развитие? Вообще, это классно. То есть, типа, прикинь, чувак реально сидел и такой, блин, передо мной Сафонов, да, я буду сидеть под ним всегда. Но один раз он и едет, и я в этот момент стану первым. Он сидел, ждал, ждал, и такой, типа, все. Я бы еще не так долго ждал. Некоторые люди в ЦСКА всю карьеру ждут. Я бы сказал, что Краснодар вообще идеально сработал во всей этой истории с вратарями, потому что они вот именно вовремя отпустили за хорошие деньги Сафонова в Европу, то есть, имиджево супер вообще трансфер, и при этом они дождались, чтобы Акацев не ушел до этого момента, все как бы удержали. Количество воспитанников сохранилось. Блин, баланс. А что мы так это, мы сегодня прям Краснодар нахвалим. Нет, конкретно с историей с вратарями они реально охотно сработали. Оба из Академии. И хорошая БК, да. И те трансферы, которые я сейчас сделаю, в принципе, все тоже норм. Но это еще к истории там, что вот невозможно уехать в Европу, да нет, в принципе, возможно. Но все-таки старики это взяли, да, стариков? В общем, от Краснодара ждем еще 2-3 хороших трансферы в основу, и все у них будет хорошо. Я говорю, успеть бы их сделать так, чтобы, ну, как бы, да. времени-то еще много, вопрос как быстро и нельзя. И как имя спредизмусору? Макс сказал, что он ждет на третьем месте, а вы где думаете будет Краснодара? Я даже, я в тройке их жду. Поборются за тройку. Нет, если остается Эспертиан и Кордоба? Да, если остается, да, я там. У Кая обязательно. Кая лучший, любимый игрок Григорьев. Это, да, Краснодар, да, он для многих, мне кажется, кумер. Не знаю, я не жду Краснодара в тройке. Ну, посмотрим, вообще не спрятил суперкубок. это правда. Не ориентир абсолютно. Давайте обсудим куб с... Сейчас ощущение, что Гриша дойдет до того, что у него в тройке не будет ни Динамо, ни Краснодара. Нет, я сказал, что Динамо третье место легко, Ростов третье место легко. Зенит, ЦСКА, Динамо. И Зенит, ЦСКА мы с тобой совпали, а дальше Динамо и Ростов. Я вижу, блин, я выбираю команды не по... Выграю, насколько они команды цельные. Выстроена вся. произошло, они не потеряли лидеров. Да. Карпина. И Карпина. И Карпина, да. Ну, то есть, ну, Ростов будет, как обычно, тренерская офигительная команда. Просто я не очень верю... Ростов, как обычно, выдаст три игры, потом сдуется. Я не очень верю команды, которые набрали новых футболистов, они набирают, набирают, и думаю, что раз мы набрали много футболистов... Да нет, футболисты нужно... Нет, там Глушенков, он уже как будто сыгранный. А обычно, обычно, как это бывает, ну, когда много футболистов, они не сыгранные, результаты не получаются. А когда стабильный состав есть, команды так могут... Блин, ЦСКА так все чемпионства, по-моему, взял только за счет того, что они играли в 12-13 человек. Блин, мне кажется... Андрей, что сделал Ростов летом? Сохранил лидеров, подписал неплохих игроков, подписал хорошего вратаря. Кого? Чего они там взяли? Они взяли вратаря из Болгарии, ну, по-моему, они его планируют наигрывать, если они чего-то не платят. Он хороший. Какой-то Блиц пошел уже просто. Да, да. Я честно просто... Самое главное, что они не потеряли реальных лидеров. У них остался Щетинин, которого хотел там тоже, извините, насколько я знаю, Ростов Динамо. Да. То есть... Динамо не может прийти, и такое, дайте нам. Вот они и главные лидеры. Теперь мы знаем и лидеров Ростова. Все на месте, поэтому... Осипенко... И Глебов такой, ну, да, да, пошел я. Осипенко... Вы всегда были в шоке, да, таки, да, да, а Глеба и спил. Осипенко не отдали в Краснодар, Глебова никуда не отдали. Вот, в первую очередь, я про них, на самом деле. Вот, надо дождаться, на самом деле, не отдадут ли еще. Я думаю, нет. А потом придет Динамо, скажет, блин, что-то мы... Слушай, а они продали Осипенко... Трассвенокномкаст уже открыта. А они не продали Осипенко в Краснодар за 5 или за 6, что-то такое. Поэтому нормально. Я думаю, у них все будет. Давайте поговорим про клуб с самыми несчастными болельщиками. Локомотив? Да. Поехали. Это просто кошмар. Я думал про «Спартак». Дмитрий Воробьев. Внезапно всплыл Артем Тимофеев, который играл за «Ахмат». Все время «Спартаковский». Ты почему СООВ сплыл решил употребить здесь? Я его... Я его употребляю без какого-либо там, типа, понимаете, сплыл. Так говорят. Русский язык, макс. Артем Тимофеев, да. Антон Митрюшкин пришел еще. Сулейманов как бы доперешел тоже. Арсений Агеев вам что-то говорит. Я знал, у нас сотрудник был Агеев. Вот. Ну, возможно, это он. 19-летний. Похоже. Это тот случай, когда мы говорим «Плакопотив», когда нужно переселять не пришедших, а ушедших. А кто ушел, да. Ушедших. Максим Усенков, Атоль Иранчук. Галактионов, который и так, ну, как бы парился, который готов был, «Ребята, я ухожу уже, я готов уйти». Который, в принципе, выдал нормальную концовку и такой все сделал. Кстати, пара человек ушла. Блин, продлечь, пожалуйста, типа, все сделано для тебя. Он говорит, ладно, хорошо. Продевает, так, ха-ха, типа, смотри, раз, два, три, до спинания. Ну, реально так и получилось. Что, не хотел продлеваться? Теперь никуда не денешься. Ничего бы дольше тянул бы, мы бы вообще всех распродали. Нет, ну, нет, есть Пеняев пока еще. Ну, подержимся. Это единственный человек, который расслабился. Который, почему-то пока не прогрессирует. Нет, давайте так. Всю дорогу прогрессирует с карьера. Султыков. Ну, Султыков. Султыков, это чисто вместо Вышимкова будет, чувак. На самом деле, это минус, когда в Кубе один агент. Вот, пожалуйста. Скорее всего, еще придет Маркинис из Ференсуарыша. И сразу новыми красками. Это как раз, как Глушенков, даже лучше будет. Куда уж лучше. Окей, у Антратов, Баринов, Баринов тоже. Пеняев. Как Карпукас. Карпукас, в каком-то смысле. Нормально. Нет, когда мы видим, что Баринов и Карпукас, они могут, все, вопросов нет. Если они будут... Не храните так, просто. Ну, типа, ушел Глушенков, ушел Миранчук. Больше про так. Ушли два системообразующих игрока. Глушенков и Миранчук. Чувак, который, по-моему, во второй части больше на замену не ходил. Он как раз с ним во второй части сезона. Опять же, мы же разных их видели. Мы видели очень крутого Миранчука. Мы очень крутого Жамалединова видели когда-то. При Николича. При Николича, да. Как раз он сейчас с ним встретится. Мы соединились. Поэтому, как бы, именно атака, атакующие полузащитники нападения, вот здесь, конечно, просели сильно. Да, ну, то есть, там, Воробьев, хороший фурор был в Оренбурге. Непонятно, что он покажет в локомотиве. То есть, это тоже такой котмешке трансфер. И плюс, я не знаю, что жать от локомотива. Они могут легко провалиться вообще. То есть, если они провалятся, это будет объяснимо. Это будет объяснимо. Потому что, Воробьев, это что-то, типа, как Кривцов. Он может внезапно там штрафного положить, там, пяткой что-то отдать. Я думаю, что Воробьев, Тимофеев, это... Воробьев так умеет, а он умеет, но не всегда. Ну, блин. Та же самая, ребята, та же самая история про этот самый, ну, про скамейку, про усиление. Воробьев, Тимофеев, чтобы была глубина, чтобы люди выходили в кубки, а потом... Просто ощущение, что есть какие-то... Берешь трансферы, это апгрейд, а здесь ощущение трансфера, что это... Даунгрейд. Даунгрейд, да. Ну, Салтаков интересно. Салтаков это интересно. Салтаков это интересно. Салтаков? Гриша, тебе интересно? Мне, кстати, интересно. Но ощущение, что он работал с определенным тренером, при нем прогрессировал при Осеньке, а здесь я не знаю, как он будет. Ну, то есть, блин, Осенькин, это человек абсолютной структуры, понятной. Вот у них одна... Как и Ростов. Да, в какой-то степени. Здесь будет, я не знаю, мне кажется, здесь ему будет тяжелее. Опять же, мы видели Пеняева, как он шел-шел-шел вверх всю карьеру в рамках его структуры, вот этой... Оказався в Локомотиве. А в Локомотиве он не прогрессирует так. И должен был быть еще хуже, если Пеняев когда удалил за... У него просто был очень крутой сезон, вот этот первый, когда он там... И, ну, все еще на ВОВР смотрели. Нормальный сезон Пеняев. У него, ну, средние цифры, но, блин, ему тоже... Сколько? Ну, 18? Ну, это... Блин, просто смотришь, когда у него был... Человеков 19 лет сейчас? 18-19, я помню. Мы ждем от него больше, потому что это самое главное дарование. Да, потому что это главное дарование вообще в России, главный талант. И мы видим, что он может. Пеняев это наш Ломи-Ямаль. Был матч с кем в сборной России играла? Когда он был просто лучшим. Нагом, лучшим. Сырано. Со всеми остальными. 19 ему, и в ноябре будет 20 тысяч, что-то. Да, ну, то есть он может. А давайте мы уже ждем, типа, прямо. И по факту Пеняев, ну, как бы его формы и Баринова, наверное, да, вот два. Пеняев, Баринов, Лантратов. Три человека, ну, как... Три кита локомотива. Три кита локомотива и спартаковский слоняра. Вот идеально все. Да, и один дельфин, извините. Блин, мне кажется, это было бы очень хорошо, если бы мы разбирали такой клуб, Океан Находка. Там было бы прям... Три кита, Океан Находки? Три кита и один дельфин. Короче, суммарно... Дельфин. Дельфид. Суммарно, короче, заголовок подкаста будет, типа, РПЛ Зоопарк. И там вот все эти разные. И Гаррид, Аквапарк, наверное, скорее. Зоопарк в РПЛ и Гаррид Саутгейт. Да. Великолепно. Гаррид Саутгейт в лучших танков. И на фото в Робле. Подстреляем, да? Крючевый комотив. Блин, я не могу. Давайте почаще четвером собираться. Мне нравится. Да, сборник ренжателем, друзья. Ваша любимая рубрика. Под конец надо обширить, кто выйдет. Не, подожди, ну... Ты сказал, что ты что-то знаешь про... Про то, кто вылетит. Про высших в РПЛ команды. Да. Что ты можешь сказать про Крон, Химки и... Кстати, Химки вообще нормально. А Крон провел интересную трансформу на Компании. Интересно. Что же там было интересного? В плане, что они выгнали почти всех, кто выходил в ФНЛ. Набрали легионеров. Я тут первым орал, что им надо сменить полкоманды, чтобы остаться... Ну, так и есть. И они набрали новых игроков. Легионеров. Извозили с Аргентин. Типа Балтика, да, такая? Типа того. По ощущениям, как будто нет правильного механизма. Есть куча примеров, что, типа, ты сохраняешь состав, у тебя ужас. Ну, это как торпеда, да? Есть правильный механизм. Рубин. Просто привозишь толпу балканцев, они играют нормально. А потом в какой-то момент берешь Рахимова, и почему-то оно все начинает работать. Как все запланировали? Ну, так Рахимов этим и занимался. Да, он же... Нет, Рубин показал. Просто есть примеры обратные. Ну, конечно. У Рубина получилось хорошо. Ну, у Химки интересно заходить сезон, они подписали... Химки интересно. Знаете, кого? Давайте до своего соревнования. Интересный подвал. Да, да, да. У меня кончились сезон. Вам будет интересно. Надеюсь, что вы боялись. Что интересно? Химки подписали Чедрика Гогуа. Они взяли еще Заболотного, нет? Да. И Мирзова. Мирзова вернули, да. И Веру. Да. В себя. Подожди, а Веру они забрали. Да, но, честно говоря, до сих пор немножко в шоке. Я тоже. А что, ему надоелось? Как Вера даунгрейднулся, да. От интереса Локомотива за 4 миллиона евро до Химок за 2. За миллион, да. Просто жесть, на самом деле. Игрок, который еще... А вам не кажется, что просто изначально вот интерес Локомотива и те суммы, которые назывались тогда, они просто были слишком преувеличены. Нет, просто не знаю. Вера был топчик. Вера в тот момент был лучшим игроком. Нет, Вера топом. Был лидером Оренбурга просто единоличным, да. Это, блин, настолько человек очень футбольный. Настолько он чувствует поле, пасек, через него игру можно строить. Ну, после того, как он не перешел, все. Ну, у него мотивация поупала. Ну, как я вам сидел в запасе. Сейчас, сейчас она вихим. Ладно, давайте мы таблицу типа обсуждаем. Кто вылетит, правильно? Подожди, что интересного в Динамо Махачкава? Я уже готов, готов. Динамо Махачкава. Так. Что мне объявлять в камеру? Интересный клуб. Интересно. Самое интересное в Динамо Махачкава это, что у них есть проблемы с газоном. Их они могут не сыграть. Ну, типа, в первом матче будут очень серьезные проблемы. Они в Хинг играть в первый тур? В Крази? А, да, все правильно. Ну, короче, их первый домашний матч, они, ну, там будут с газончиком, там будут проблемы. Там комиссия не очень была, когда я туда ехал. Недавно совсем. Как же так? Я делал интервью с Наилем Измайловым, директором, ну, генеральным директором. Наил он говорил, что вот пример того, как нужно заранее готовить инфраструктуру. Стадион не как у других клубов, которые года три уже не могут выйти и играть стыки из-за того, что у них проблемы со стадионом. Да, но здесь они, к примеру, вложились, как будто бы у них все должно быть хорошо, оказывается, нет? Да, ужасно. Ну, Махачкала... Не только оказывается в Германии плохие газоны. Махачкала, конечно, при всем... Англии они не мешали, показывают прекрасный футбол. При всем уважении к Санилю Газизову, наверное, главный прецедент на вылет, все-таки. Махачкала? Да. Ну, и там пока по трансферу, они типа, что эти... Ну, да, у них есть один хороший, ну, яркий, реальный игрок, это Кассин Кур, который может в РФЛ позажигать, если вы помните... Это который еще в Уфе был? Которого Газизов привел там из мини-футбола. Слушай, а я читаю, что они, знаешь, они хотят понабирать всяких, ну, Терпоуссовна, Селихов, Урунов. Урунов нет? Где Урунов? Он там вообще один из лучших. Возвращаем, возвращаем в РФЛ Легендов. Еще был этот Желолединов, который выкнув. Да. Легендарный трансфер Юрия Беловых. Ощущение, что они сейчас, знаешь, начнут брать просто типа, о, у вас тут на скамянке играть не будет, мы возьмем. На него сейчас арендовали Котину у Достова. Это топ-трансфер. В мешке. Не, я бы сказал, что он неинтересный какой-то. Котину мешке. Не хотел. Котину мешке. Ужас. И звук, это, из своей игры. Мяу. Слушайте, я радеюсь, вам хотя бы весело, друзья. Честно. Не, ну Котину мешке, это неинтересно. Неинтересно. Не, неинтересно. Не слушайте. Это очень интересно. Ладно, на самом деле, если говорить, кто вылетит, я вообще не знаю, кем мог прогноз давать. Типа, ну то есть, мне... Факе у Махачкала. Не, мне, кавычное, страшно за факел. Вот что могу сказать. Факел, стрелянный воробей во всем этом. Он как раз умеет при нулевом бюджете... А, химки, химки. Вылетит? Нет. Я, вот мой прогноз, несмотря на то, что я там поклонник Веры, и трансферы в целом понятны, и даже, ну, заболотные. Заболотные, это для команды, которая борется за выживание, заболотные, это офигенные приобретения, это хорошее. Но все равно, как бы... Мир нужный заболотного, это имба. Слушай, мне кажется, что просто в химках в какой-то момент они начнут нормально, и они такие, блин, увольняем, короче, тренера. Мало кринжа, мало кринжа, да. Надо насыпать кого-нибудь, и такие, типа, два-лайда. Бедный мир просто будет. Он мне сказал бы, с ним что-то общались. Ты мой, ты уверен, что можно говорить, что он тебе сказал? Ну, он там, ну, я говорю, он пришел, говорит, что я надеюсь, что все будет спокойно, больше ничего не будет, да, все будет хорошо. Сейчас так и будет. Три месяца, да. Опа, Артиго минус там. Давайте, кстати, да, если говорить про увольнение тренеров, то я думаю, что химки будет вот либо первым, либо вторым клубом, который... Потому что первым будет Акрон, а Дима Махчхала, это очевидно. Ну вот, поэтому химки будет... А Спартак? Можно Саутгейта в Спартак? Я помню, не был момент, когда Спартак рассматривал Брэнда на Роджерсу на пост, да, на Украине. Там же за умолвение, я смотрю, уже будет. Год 19-й, что-то такое. Так, про кого мы вообще ничего не сказали. Ну, факел, стрельный воробей. Про кого, например, почти про всю РПЛ мы ничего не сказали. Про всю середину РПЛ. Да. Ну, просто, ну, так-то можно еще два часа говорить. Ну, крылышки, крылышки. Хотя, мне больше понравилась новость про Крылью, что к ним товарищ переходит, который, блин, это португалец, такой классный, классный, потому что они вели переговоры. Ну, защитник, типа, помнишь, он когда в Спартак переходил, типа, да вообще, будущее, типа, португалец. Куда он переходит? В крылышки. Не, не переходит ему. Ну, они им интересуются, они ведут переговоры. Я надеюсь, что нет, это смешно, потому что один из лучших жеников Спартака крайний. Один из лучших? Крайнего. Ну, до травмы. Нет, он до травмы лечился, что кресты лечил. Я понимаю, что это Эдуард, но все равно. Какие крылья, да ну, слушайте, ребята, что, вы чего? До травмы товарищи супер. А, кстати, я жду прорыва от Ахмата, если говорить про тренера, то от Адиева я жду в Ахмате какого-то прям классного результата. Да, это тоже. Потому что было понятно по тому, когда он вернулся, что Ахмат, ну, типа, это вот уже не та команда, которая там, типа, внизу-внизу. Как будто бы пошло в какой-то момент. Да, я думаю, что пойдет дальше. Я не видел, что они летом покупали, у кого они покупали. Мне подписали Жирова из Балтики, они вернули... Жиров, вероятно, его основа. Они вернули силу. Помните, был такой в Ахмате бразилец? Там, стоп. Ну, короче, он хороший был чувак, а они его вернули. Блин, очень интересный вообще это был человек. Интересный, интересно. Интересный. Блин, может, реально заголовок просто капсом интересный? Мне интересно. Это интересно капсовок. Блин, такой кликбейт на самом деле. Да, это хорошо. Какие твои фотографии такие? Да. Все. Я не знаю. Рубин, Паринен. А, Паринен, может, они вылетят? Вот, ну, да. Это просьба была сейчас к Андрею. Было бы неплохо. Я могу устроить, да, если надо. Ты можешь? Я могу просто каждый... А можешь целую неделю, я просто каждую неделю буду писать, что Паринен хорошая команда, и они будут вылетать. Ну, по ходу дела... Каждый неделю будут вылетать. Да. Так что... Друзья, мне кажется, мы эту концовку уже мучаем. Да, первую матчуру скажем какие-нибудь, по одной из киней. Нет, давайте на итог сделаем. Расчет конкретный. Нет, итог то вылетит, каждый назовет по одной команде. Две. Две, две, две. Две, две, я знаю, что вылетит. Я знаю, что да. Спасибо, Панк. А может, мы четыре. Да, но хотя бы по одной. Кто угадает, не угадает? Ну, Махачкава и Акрон. Ладно, давай. Я думаю, что будет как ВПЛ. Твоя дворчина. Ну, так вот просто к ходу. Я бы тоже назвал Махачкавой Акрон. Но просто, понимаешь, я не знаю. Во-вторых, не хочется. Проблема, во-первых, не хочется раз, конечно же. Во-вторых, я говорю, мне так же страшно запахил. И просто Акрон сильно обновился. Это реально, как ты говоришь, типа, без удачи, примерно, с неудачной. Это может быть и вау, а может быть просто дно. Я поэтому не буду называть Акрон. Невозможно. Я не могу предсказать, как Спартак. Вот я не могу предсказать, что будет Спартаком. Я не могу предсказать, что будет с Акроном. С Махачкалой в целом тоже. То есть я плохо их знаю, к сожалению. Поэтому я могу сказать, что мне страшно запахил. Я не знаю, что называется пари НН. И вот эти два новичка, ну, наверное, по дефолту они, по идее, как бы стоят на выборах. Просто назови две команды. Твой прогноз. Я сказал, что я не могу их назвать. Но, окей, вскай будет Акрон и Динамо Махачкала. Но это пальцем небо. Гриш, а я последний буду? Ну, давай, ладно. Ну, давай, давай. Динамо Махачкала и пари НН. А, неплохо. Я просто поверю в Акрон. В Акрон можно поверить. А второе, еще в прошлом году было ощущение, что пари НН, ну, городу и руководству не нужно ничего. И я не вижу летом, чтобы они хоть чем-то показали, что им это нужно. Я думаю, что они его солят просто. И в какой-то момент, когда все посыпется, они скажут, что ты хрен с ним. И вы эти. Я думаю, что это будут Химки и Динамо Махачкала. Вот и решили. Блин, когда я про Химки забыл. Блин, как много... Знаешь, вот в прошлом году такая была лига, где, типа, не хочется, чтобы команды вылетали. А сейчас смотришь, и так много команд, которые хочется, чтобы вылетели. Так. Так. С кем чемпионат разрывает отношения? Из-за шефа отдела футбола? Нет. Зажали, зажали его. Давайте я не буду. Это мои личные. Ладно, ладно, я шучу, я понимаю. Мнение автора может не совпадать с мнением релакции. Мнение редактора может не совпадать с мнением релакции. Не, ну Химки и Пареи, наверное, что? Ну, нормально. Слушай, мы все можем прогнозировать, что кто-то вылетит. Не, у меня объективные причины, на них вообще никто не ходит. Ну, вы можете себе... А, в этом плане. Ну, типа, Химки, вот я уже жду. Первый матч, первый тур РПЛ. Есть вечер. Ой, восемь вечера. Восемь вечера в воскресенье. Химки, Динамо, Махачкала. В первом тур... Что это такое? Ну, типа, кто туда придет? Кто это будет... Одновременно, кстати, с другим матчем РПЛ. Там играют из-за того, что лето, жара. Там будет одновременно играть Краснодар и Химки, Махачкала. Ну, типа... Я считаю, что лучше такие два матча совпадут, чем какие-нибудь другие. Ну, да, но просто мне, ну, как-то... У меня это работает больше наоборот, что не хочется, чтобы факел вылетал, вот в том числе именно поэтому. Да, не хочется. Тем более, у них будет новый стадион. А уже они в этом году? Да, да, да. Да ладно, да. В этом? Да, они сносят стадион. В двадцать четвертом этом году у них будет новый стадион. Они уже в этом году сыграют у него первый матч. Все, Андрей сказал, не сыграет. У нас, походу, нет. Все? Все, друзья. Давайте, давайте прощаться. Увидимся. Спасибо за интересный подкаст всем нам. Это было интересно. Надеемся, что вам было интересно. Увидимся через неделю. Выпуски продолжат выходить, естественно, каждую неделю после тура РПЛ. Единственное, я там отчалю на две с половиной недели. И Мишу нужно будет искать других соведущих и гостей. А когда ты отчалишь? Двадцать четвертого числа. Ой, я тоже. Блин, как хочешь, чтобы Чалов уехал в Европу, можно будет заголовок отчалил. Неплохо. Неплохо, неплохо. Это будет и на чемпионат, причем и на подкаст, и вообще везде. Да, друзья, РПЛ возвращается. Мы все этому рады. Рады, спасибо. Мы все этому рады. Мы рады Мусаеву. Мы все рады. Мы рады Мусаеву, да. Спасибо, что смотрите. Удачи ему. И любите наш футбол. Сезон будет интересным. Как бы временами тяжело это не было. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин